Итак, всем огромный привет! У нас сегодня последний день перед вылетом. Я вся такая заспанная с утра, нам надо сбегать в ветеринарку с Ариной, поставить отметку о здоровье, что здоровой можно переводить. Вот сейчас мы проснулись, попили кофе и бежим скорее быстрее. Вот так вот, вот такая ситуация у нас. Так, и снова всем привет, мои дорогие! Извините, что у меня такой помятый видок, мы немножечко устали. Так ничего и не записала в тот день больше, потому что провозились в ветеринарке, пока туда съездили, пока обратно. Вот, время всё на это потратилось. Последние сборы в дорогу, упаковка всех чемоданов. И вот, да, уже было не до этого, уже спешили в аэропорт с Ариной. Сейчас мы находимся в Москве. В гостях моя подписчица Юли. Юля, как всегда, меня выручает. Прекрасный человек. Даже с Ариной нас приютила. На что не каждый решится. Есть люди, которые в принципе не любят животных. Есть люди, которые любят животных, но только своих. Да, такое тоже бывает. И это можно понять, это совершенно нормально. Мы сейчас прилетели сюда по делам. Под одним из последних видео был комментарий. Я же думала, что ты уже улетела, а ты ещё всё здесь. Такой какой-то разочарованный смайлик. Ребята, если бы было всё так просто, да с удовольствием. Да вот с удовольствием, понимаете? Но огромное количество всяких дел нужно было решить. Мы съезжали из квартиры. Я говорю, мы. Я имею в виду Арину и себя. И поэтому я говорю, всё время мы. Мы съезжали из квартиры. Мы готовили квартиру для будущих, так сказать, арендаторов. Я раздала вещи, что-то выкинула, что-то раздала. Упаковала сумки, упаковала чемоданы. Сделала все дела, которые мне нужно было сделать в Воронеже. Потому что всё-таки я планирую, ну, хотелось бы, да, я так думаю, что в идеале я достаточно на долгий срок улетаю из страны. И мне нужно, чтобы всё было подготовлено. Какие-то документики, те же там банковские карты, да. И так далее. То есть всё нужно. Много чего, что в голову не приходит вам. Но многое нужно проверить, многое нужно сделать, зная, что ты вот там в скором времени покинешь страну. Да, потому что потом уже будет поздняк пытаться. Какие-то вопросы уже будут гораздо сложнее решаться там, чем здесь. Поэтому вот такой у нас был режим. И как-то было особо не до съёмки. Я вот всё думала, сейчас-час сяду, запишу. И понимала, что уже всё, уже вечер заканчиваю свои дела. Какая-то усталость, какая-то утомлённость, смешанные какие-то спутанные мысли. И поэтому ничего не записывала. Лучше вообще ничего не делать, чем делать всё через жопу. Вот такой вот девиз у меня по жизни. Вот. Я поняла, что я хорошего ничего не сниму. А так вот просто лишь бы, лишь бы, чтобы канал не пустовал, чтобы просмотры капли. Вот такого не хотелось мне делать. Сейчас у нас, что нам предстоит? Сегодня воскресенье, Юлька на работе, сейчас побегу ужин готовить нам. С понедельника, не с понедельника, со вторника у нас начнутся дела. Нам нужно съездить в лабораторию, сдать анализ, от которого зависит то, пустят ли Арину в Корею или нет. Очень это волнительно. Во-первых, это стоит больших денег и не совсем понятно, будут ли результаты анализов удовлетворять запросу данной страны. Потому что там есть определенный запрос на уровень антител к бешенству. То есть недостаточно того, чтобы они просто были. Тоже должен быть определенный уровень, определенный показатель. И тогда животное разрешат возить в страну. Вот такая вот непростая ситуация. А вы говорите, что ты делала, мы думали, ты уже улетела, а ты вот тормозушная такая. Я даже скажу, что я в кратчайшие сроки все подготовила. И то только потому, что я рассчитывала визу получить раньше. И поэтому я еще в марте начала готовиться. Если бы не в марте, я бы гораздо дольше готовилась. Да как и любой человек. Вот. Кстати, непонятно, что насчет освещения. Думаю, не очень будет хорошее освещение в видео. Но я еще не нашла тут локацию, где можно камеру удачно поставить, чтобы был хороший свет. Поэтому простите меня за плохое качество картинки. Так, все, побежал готовить ужин. Люблю, целую. Пока-пока. Вот и Ариночка прибежала. Ариночка, как тебе на новом месте радость моя? Ариночка, ну потом расскажу, как она долетела, как прошел наш первый полет с кошкой. И больше сниму это видео не для вас, а в целом для тех людей, кто планирует перелет с кошкой, потому что эта тема очень востребованная в интернете, а толковых видео очень-очень мало. Вот. Поэтому сниму отдельное видео про перелет с кошкой в самолете и расскажу заодно, как у нас это все дело прошло. Нельзя. Веди себя прилично. Ты в гостях. Пытается снять белье, которое высохло, которое висит на сушилке, она пытается его снять. Говорит, все, высохло, пора снимать. Что такое? Ну ты же не дома у себя, чтобы распоряжаться, как хочешь. Бежала. Малышка моя. Вот такие вот мы важные. Ходим, осваиваем территорию. Вот. Конечно, это облегчение, что мы долетели без всяких приключений. Она перед вылетом сходила в туалет. Сделала все свои дела, поэтому в туалет она не просилась. Немножечко ей было тяжело в полете. Когда мы набирали высоту, как-то ей стало плоховато. У нее нос стал горячий. Я ей прикладывала в смоченную в воде салфеточку к колбу. Вот. И вроде как миновала. Миновала. Беда нас миновала. Вот. К концу полета она уже задремала. Когда объявили, что через 20 минут будет посадка, она задремала. Решил попить водички. С провозом Арины в салоне не было никаких проблем, потому что она кошка очень мелкая. Мало того, что она стройная, так она еще и мелкая. Об этом говорят все ветеринары, что очень маленькая кошка. Там есть определенный лимит по весу, который нельзя превышать. Если он превышен, то кот летит в багажном отделении, к сожалению. Ну, Ариночка вместе с переноской потянула всего на 4 килограмма, поэтому мы прошли в салон. Нам это не запрещали. Согласовывать надо было заранее звонить. Я не знала, конечно, всех этих мелочей. И просто, знаете, замучила всех звонками везде. Что нужно, какие документы нужно предъявить, какие не нужно, как нам забронировать место, как оплатить, когда можно оплатить. В общем, мучила людей, на первый взгляд, такими тупыми вопросами. Ну, лучше уж, знаете, потерпеть чужие возмущения в трубке, типа, не знаете, что ли, бла-бла-бла, все написано, считайте, чем, знаете, прилететь в аэропорт и понять, что у вас чего-то нет и вас не пускают на борт. Это гораздо хуже. Лучше, вот, знаете, всех обзвонить, всем повыносить мозг своими вопросами. Ну, им они кажутся дурацкими, потому что они с этим каждый день сталкиваются, да, там, ветеринарной службе в аэропорту. И им кажется, что, ну, блин, это так очевидно. Когда ты летишь там в первый раз с животным, для тебя это вообще все не очевидно. Для тебя это темный лес. Какие документы нужны? Что нужно? Какое обследование проходить? Какую бумагу брать? Какую не брать? Ну, вот так. Слава богу. Я паникер, поэтому все подготовила хорошо. Ладно, ребятушки, до связи. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok